Ребятушки, всем привет! Всех вас целуем, любим! До луны и обратно! В общем, ребятки, мы здесь у детей на квартире. У детей на квартире до вечера. И, в общем, смотрите, я вам небольшой рум-турчик по квартире проведу. Вот это, видите, все новостройки, новостройки. Ну, вот Тимур, где в доме с Алиной живут, это дома выдавали тем, кто жил в аварийных общежитиях. Вот. И сюда люди с аварийных общежитий переселились в эти дома. И уже вот эти вот квартиры шли уже сразу с ремонтом. Ну, вот это вот вид первоначального ремонта. То, что здесь было, ну, тут как выдавали людям. То есть здесь вот линолеум. И, в общем, вот эта квартира, мы ее нашли через риэлтора. Уже, получается, вот в августе будет два года, как они тут живут на этой квартире. Два года нашли через риэлтора. То есть в этой квартире никто не жил. Ну, можно сказать, кто-то жил там, какая-то женщина, месяц с чем-то, что ли. И сами хозяева не жили. То есть эту квартиру получили за общежитие. И вот, получается, они ее сдают. И вот это мы заехали сюда, ну, можно сказать, в новую квартиру. Ну, вот это вот все, там дырочки, там это, это не мы. Там мы заехали, уже, ребятки, так и было здесь. Ну, и, в общем, я почему это все. Вот сейчас я нахожусь у них на квартире. И я понимаю, что я не смогла бы жить в квартире. Вот просто не смогла. Ни белье негде сушить. Вот сушилку, пока я здесь белье их стираю, поснимала постельная ихняя. В общем, по стирушке у меня тут. И вот ни белье не посушить. Вот на этой сушилке много ты высушишь. Вот, не просто, не толком не развесить. Вот гармошка из кухожила. А так вот, что как на балконах люди вывешивают, нету такого. Потому что, видите, балконы крытые. Здесь не к чему прицепить вот эту вот сушилку, ну, веревку, наверное, на что вешать. И вот как это тут жить, вот, и вывешивать белье. Как вот это все сушить, где люди хранят банки, когда делают закрутки. Хотя квартира не маленькая, это двухкомнатная квартира. По-моему, если я не ошибаюсь. Тимур! Не слышит он. По-моему, или 56, или 65 квадратов. И, в общем, заехали мы сюда. Ничего здесь не было, кроме холодильника. Только холодильник хозяйский был и печка. Газа здесь тоже нет. Я не знаю, как эта вообще система работает. Но здесь отопление идет от электричества. И, в общем, печка вот эта электрическая. Это здесь, ну, видать, это вот от застройщика, наверное, когда люди заезжали. Здесь шла печка, вот эта раковина и все. И, в общем, здесь был только холодильник. Вот, но мы, конечно же, клюнули на цену. По сегодняшний день мы до сих пор платим за эту квартиру 12 тысяч. А если бы дети даже, ну, без квартиры просто, как вот, с города добираться, 50 километров, маршрутки ходят. Да, ну, маршрутка стоит 150 рублей. Вот я Камилу на днях сажала. Вот, представляете, если бы они вдвоем ездили бы 150 рублей туда, 150 обратно за двоих. Это получается 600 рублей. Получается дешевле туда квартиру снимать, если туда и обратно ездить. Да и плюс дорога тоже уматывает. Ну, хотя люди в Москве, которые живут, они на дорогу больше тратят времени, чем, допустим, нам с города доехать в АУ. Ну, в общем, вот, было принято решение, что дешевле снимать квартиру, чем туда-сюда ездить. И, в общем, покупали мы, когда, как заехали, квартира пустая, что-то с дома привезли, что-то где-то, что-то покупали. Вот это и вот этот шкаф покупали в мебельном, за 5 тысяч нам отдали. Какой-то модуль от кухни, видать, кто-то кухню купил, этот модуль не подходил. И, в общем, мы его купили за 4 тысячи, что-то такое. Вот, конечно же, стиралку пришлось покупать сюда, потому что без стиралки просто никак. Я и так забираю их вещи очень много. Ну, такие, как вот объемные покрывала, какие-то там одеяла, да. А мелочевку, ну, вот даже мелочевку, видите, ее развесить негде там, простыни. Ну, и тут сейчас жарко, оно как-то быстро сохнет. А если вот зима, попробуй высушить тут что-нибудь, допустим, тоже одеяло. И, в общем, вот так вот они живут. Столик этот мы тоже покупали. Ну, такой дешевенький в светофоре. Ну, стол же нужен в любом случае. Вот. Вот, видите, вот это квартиры от застройщика. Вот это все, видите, трещины пошли. Повело. Ну, то есть, видите, дом так бюджетно строили, потому что строили не на продажу, а именно для людей, которые переезжают с общежития. То есть, бесплатно эти квартиры как бы выдавали. Ну, поэтому такое и строительство. И, конечно, ведет. У Алины, я дедик говорил, в комнате тоже повело. Прям хорошие такие трещины дало. Вот. Это у них ванна здесь идет, раковинка. А, Тимур, а полотенцесушитель работает у вас как полотенцесушитель? Да? Полотенцесушитель. Вот. Вот это плитка. Это все, как, видать, шло от застройщика. То есть, вот, это готовый был ремонт, чтобы людям переселиться. Плитка, видите, только до половины. Дальше там идет, что? Идет. Просто покраска. Не, ну, как детям, для съемного жилья это, конечно же, хорошо. Коридорчик. Вот эти вещи приготовили. Это я все заберу. Мы собрали там все, что им не надо. Там жилетки, вот вещи еще, смотрю, осенние какие-то лежат. Все забрали. Это я дома перестираю все, по их шифонерам сложу. Они потом будут по мере надобности забирать все, что им надо. Вот. Тут у нас что? Тут у нас Тимура комната. Тимура комната. Вот это он тут обзоры вам тоже свои показывает. Это Алинина комната. Тимур. Алинина комната. Гитаристы. Мама говорила, это мама им гитару купила. Как она вам говорила? Куплю вам гитару, будете играть? Тимур. Да, я буду на гитаре. Если бы у меня была гитара, я бы вообще давно уже играл бы на гитаре. Ну и в общем, купила мама гитару. Тимур что-то там побрынькал, побрынькал, да? И все. Потом Алина тут. Я буду, я буду, вот мы только в город переедем. Я запишусь к учителю. Он меня будет обучать. Я буду играть на гитаре. Ну, короче, гитара стоит. Может, Камила потом когда-нибудь созреет. Вот. И вот эти кроватки тоже мы покупали. Ну, они это, знаете, как что-то, как это вообще называется? Что это? Кровать и кресло, что ли. В общем, я просто постельные все, видите, поснимала. Сейчас стирается. Алина придет, вечером все застелит. В общем, собирается. И получается, как вот маленькое кресло, что ли, или как полукровать. Вот. И выдвигаешь. И там еще даже ящик внутри есть для белья. Это мы тоже им покупали. Вот. И матрас. Вот это матрас стоит на всякий случай. То эдик бывает остается. Я нет. Я не могу даже сюда этот. Я очень редко даже сюда поднимаюсь. То есть я им тут не надоедаю. Тимур, сколько месяцев раз я к вам могу заходить? Очень редко. Очень редко. То есть три-четыре раз, наверное, в три месяца. Это вы два года уже здесь живете? Либо я по большой необходимости захожу. А так, если просто так, я не захожу. Вот меня, знаете, как будто вот квартира как душит. Вот как-то мне не хочется вообще попадать в квартиру. И этот. И в общем, а сегодня, видите, безысходно. Мы приехали. Сегодня по делам. А эдик на работе. И мы поэтому сегодня тут целый день тусуемся у них. Потому что эдик нас только вечером заберет. Ну и то мы тут до вечера сидеть не будем. Поедем сейчас в город. С города уже эдик заберет нас. Ну и, конечно, тут очень жарко. Вот эти дни сегодня, вчера не так вот прям сильно жарко. А так, конечно же, духота. У нас вентилятор стоял. Мы его Алине отдали. Алина говорит, я не могу. Я, говорит, с ума сойду. Тут просто пекло невыносимо. 12-й этаж. Да? 12-й же у вас этаж. 12-й этаж. Ну и Тимуру тоже как без вентилятора. Поехали. И были на оптовом рынке. Ему тоже вентилятор купили. А ну-ка, 12-й этаж. Представляете, тут все нагревается. Все этот. И без вентилятора никак. Ну и санузел раздельный. А это вот туалет у них. Все вот чистенько, такое аккуратненько. Ну, в общем, нам эта квартира, конечно, выручила нас. Выручает уже два года. И так мы удачно. Мы тогда долго не могли найти. Искали, искали жилье. Как раз, знаете, перед тем, как вот, ну, студентам уже перед учебным годом. И мы уже даже руки опустили. Я говорю, ну, будете с аула ездить. И тут, да, Тимур, случайно мы поймали этого риэлтора. Ну, она, конечно, взяла с нас за риэлторские услуги. Хозяйка нас тоже не напрягает. Вот просто вообще. Деньги переводим каждый месяц на карту. И, в общем, 12 тысяч. И коммуналка сколько, Тимур, выходит? 500-1000. 500-1000. И зимой, и летом, да? И зимой, и летом 500-1000. А один раз вышло полторы тысячи. Один раз? Ну, это, видать, зимой, да? А, ну, видите, в пик зимы один раз вышло полторы тысячи. А так, 500-1000. В квартире тепло, зимой прям тепло очень. А так вообще, сколько этажей дом? Я сказала, да, что электричество. Я не знаю, как это работает. Ну, вот, отопление, вот, батареи. В доме тепло. Сколько вообще этажей дом? 16 этажей. Вы живете на 12-м. Ну, в общем, вот как-то так. Как-то так. Нормально пойдет. Все, что для жизни надо, у них есть. У меня последняя стирка. Сейчас вот это сколько? 16 минут осталось. Там полотенце я закинула. Достираю. И будем выдвигаться в город. Эдик заберет нас. Потом вот, девчата, что я им еще. Конечно же, чайник, посуда. Это все-все-все я им свое отдавала. Микроволновку тоже. Ну, в общем, все. Кроме холодильника и печки здесь не было ничего. Пустые комнаты. Сушилку вот купила им в светофоре. Стулья с собой привезли. В общем, все свое. Потом я что-то им покупала еще вот этот аэрогриль. Дома он у меня постоял, наверное, недельку. Я купила его. На ВБ выписывали. Но они, ну, сколько, я не помню, 37 тысяч он стоил. А они приехали, увидели у меня его. О, вот бы нам на квартиру, как бы нам эта жизнь облегчила. Мы бы вот что-нибудь готовили. На нем очень быстро, он очень быстро готовит. То есть и картошку в нем, даже выпекать можно, но мы не выпекали никогда ничего. А так вот они любители с этой куриной грудки. Куриную грудку. Тимур, выключи. Как это ваша печка? А, все выключила. А они ж любители у меня этой куриной грудки. Вот они куриную грудку придут, там замаринуют в этот аэрогриль. Гречку там сварили или что. Ну, я почему говорю гречку? Потому что Тимур у нас гречку очень любит. И, в общем, этот аэрогриль у них прижился. Также бывают какие-то полуфабрикаты. То Алена вот же часто эти передает, люля-кебаб. Они с собой забирают. Вы в аэрогриль положили, раз и готово. То я котлеты сделаю, там замороженные. Им с собой дала. А не в аэрогриль, там, по-моему, 20 минут и все готово. Вот. Ну, и, в общем, вот такие вот, ребятки, дела. Вот так вот мы и живем. Все, ладно, собираемся в город. Поедем сейчас на рынок. А с рынка нас этих заберет уже. Камила, а ты в квартире хотела бы жить? Тебе где больше нравится? В ауле или в городе? Там где-то. Ну, а больше где? Ну, займем в городе. В городе, да? Понятно. Не из-за компьютера. Не из-за компьютера, а из-за чего? Потому что тут много чего можно купить. А в ауле ничего нельзя это купить? А что здесь можно купить? Тут можно купить игрушки, а в ауле нет. Ясно. Короче, ты тоже предатель. Ну, вырастешь, тоже в город поедешь. Тебе тоже учиться еще. Давай, давай, быстрее. Собирайся. Ага. Давай, давай, тебя ждем. А я почему, девчата, говорю, что вот жилье, да? Почему акцент сделала, что цена такая? Вообще у нас по городу жилье очень дорогое. Однокомнатные квартиры 20, 25 тысяч стоят однокомнатные квартиры. Представляете, какие цены? Вот. И поэтому даже у нас кто, вот местные бывают, спрашивают, за сколько вы снимаете. Говорю, цену очень удивляются. Я не знаю, откуда берутся эти бешеные цены на квартиру. Тимур, правильно, что я говорю, 20, 25, да, цена в городе на однушки? Ну, вот, 15 и 17 где-то. 15 и 17, да. И то вот это с коврами там, с паласами, вот в таком вот все стиле. Там однушка 28 квадратов. 28 квадратов это, ну, общая площадь. Это старый-старый, прям старющий фонд. Вот, поэтому мы считаем, что вот у нас повезло в этом плане. Да собери ты уже в хвостик хотя бы. Давай, тебя ждем. Стоим уже готовые, одетые. Ключи у Алины на кровати, я видела. А это уже будем, когда выезжать с города. Заедем вот это, заберем вещи ихние. Как понавезут мне вот так вот. Потом вот это все, и потом не понимаю, куда мне что ложить, что куда складывать. Я туда, я не туда везу, а не оттуда везут эти вещи. Я туда, а не оттуда. Все, все, выключали. Кстати, Мур, я окно закрою у себя. Ветер поднимется, а потом опять вот эта пылька вам поналетит. Окно закрывайте. Когда уходите, надо закрывать. Вот тут с колясочками, с детишками, видать, живут. Ой, боже мой. А, свет на движение работает. А я сегодня, девчата, вся в черном. Такая у меня кофточка, видите. Видите, юбка вот эта, что у Хади тогда покупала, когда к ней приезжала. Вот, у меня эта юбка как индикатор. То есть в ней не на килограмм поправляться не. А у них-то, Тимур, а кто у вас вот это сажает здесь? В общем, кто-то, понятно, что добровольцы. Кто-то, в общем, заморочился, видите. Тут прям такая трава была, которую тяжело вывезти. Ну, вот такая вот, видите, как она называется. И, в общем, прям видно, и корни все выкорчевали. И вот так вот засадили цветочки. Цветочки простенькие, но такие. Все равно уж приятно, да, хоть на такие смотреть. А вон березки, если я не ошибаюсь, это, наверное, березки сидят здесь. Это вот, видите, человек любит землю, а живет в квартире. Здесь тоже, вот, видите, эти всякие заборчики заказали. Тоже всякие розочки посадили. В общем, облагораживают территорию. Не во всех, конечно, есть такое. Там вообще все-все пусто, видите, вот те все дома. Вот только у них в подъезде. Мне кажется, это вот пожилые люди кто-то делает, красоту вот эту наводят. Вот, как раз и они вот шевелятся в движении. И им это все приятно. И здесь, вон, видите, все огородили. Розочки всякие. Так, ребятушки, в общем, не успели мы доехать до рынка. И Эдик нас забрал. Забрал, а Камила говорит, давайте я, Эдик, привет. А Камила говорит, можно я у них останусь? Я говорю, ну, оставайся. Эдик, помнишь раньше, как Камила говорила, лучше аула ничего нет. Мне так нравится в ауле. А сейчас я ее спрашиваю, это уже на видео. Я говорю, что такое? Авария, что ли? В машине. Ага. Пробка какая-то, да, образовалась? Никогда в жизни пробок. Может, авария туда дальше? Ну, да. Ага, что-то машины скопились. И вот это ж на видео спрашиваю ее, где тебе нравится, в городе больше или в ауле. Уже слышишь, в городе ей нравится. А раньше говорила, я этот город терпеть не могу. Мне только в ауле хорошо. Ага, скоро, да. Скорее всего, там авария. Ой-ой-ой. Сейчас посмотрим. Что там случилось? Субтитры пахнутые. Ага. Что-то случилось. Что-то случилось, да. Сейчас посмотрим. Да, авария. Ой. Свадьба. Стреляют. Фух, я испугалась. Я думаю, что за выстрелы? Кто стреляет? А как свадьба? А там скорая была. А что? Это же федеральная трасса. А как они? Что, перегородили, что ли? Ну, типа того. Ну, слава богу, что не авария. Пускай лучше свадьбы будут, чем авария. А я еду прямо аж с замиранием сердца. Вот это думаю. Сейчас вот это все увидеть. Не дай бог. Ну, скорая может быть просто по своим делам. Фух, ну, слава богу. Свадьба это хорошо. Пусть будет лучше свадьба, чем авария. Пусть скорая будет только по-хорошему. Да. Ладно, ребятки, что? А, Камила говорит, я останусь в городе. Ну, в общем, осталось в городе. А у меня завтра опять такой же маршрут. Опять я завтра буду целый день в городе. Завтра потому, что Камилу везти к Ортодонту. Вот. И эти, как я тебе утром говорила, о боже мой, как я не хочу ехать. Что я там целый день буду делать. Ну, и как-то вот так вот мой день сегодня прошел. Шалтай-болтай. На рынок мы даже не успели зайти. А мне ничего и не надо. Потому что, что мы вдвоем, что там нам надо. Завтра, может быть, я на рынке буду. Что-то там надо будет посмотреть по мелочи. Может, что-нибудь куплю. И обзор рынка сниму вам. Все. Всем пока-пока.